Приветствую вас на канале Alcovito и сегодня мы будем работать с виноградом. Здесь у меня олиготе под вино, там пино, черный виноград тоже это вины и всякий-всякий каламбур. Из этого я буду делать бренди и из его потом жмыха сделаем чачу. Начальные этапы, что у вина, что у чачи, что у бренди одинаковые, нам нужно выдавить максимальное количество сока. Я буду использовать миксер такой. Олиготе отдельно, пино отдельно, неликвид отдельно. Виноград постараюсь переработать на природных дрожжах. Не моем, перебираем только от мусора и складываем в бочку. Потом миксером переминаем. Половину олиготе перебрал, изюмок совсем чуть-чуть. На миксер хорошо наматываются гребни, поэтому все здорово. Точно так же перерабатываем вторую коробку олиготе и пино. Переработали виноград и он уже весь начал бродить. 100 литров ровно, это не ликвид весь, это сок переброженный уйдет на бренди на бочку, а жмых на чачу. Это литров 30 вообще не ликвид, то есть он был с какими-то, с какими-то, знаете, даже мошкарой какой-то, какая-то, короче, полная хрень вообще. Я ее отдельно сделал. Бочка на 40 литров, где-то литров 20. Так, пино, раз, два, три, литров 40. И олиготе, вот здесь литров, наверное, 30. Тот сок, который у нас идет на бренди, вот это риска 17,5, ну где-то 18, учитывая, что температура. Так, это у нас пино. Если вот эта бочка прям был вкус столового винограда, его где-то здесь процентов 50, то здесь вкус прям вот, прям очень сладкий. И плотность, сейчас переключу на макросъемку. Вот это риска 20, а вот это вот следующая палочка 22,5. Ориентировочно где-то пино у нас 22. И олиготе риска 22,5 утонула, торчит. 23. Но олиготе немножечко с кислинкой, и поэтому сахаристость как-то меньше чувствуется. Сахар меня порадовал, все, перчаточки надел, дырочки в пальцах проколол, пока начал в трех. Если что-то можно подвязать на одном, либо еще добавить. И вот моя большая бочка 100 литров уже начала бродить. Все, что теперь мы делаем дальше? Через неделю убираем весь жмых. Полностью через сито все фильтруем. Бочку, это, это, это. Бочка будет отдельно дображивать чисто сок. Это будет у нас отдельно дображивать на вино. Без жмыха уже. И жмых мы соберем в большую бочку, либо все куда-то из-за бубени в мега какую-нибудь чачу здоровенную. Такс, виноград мой на бренде бродит. На вино бродит. Но вот почему-то олиготе, одна бутылка, перчатка, никак не хочет подниматься. Хотя внутри, хотя внутри видно, что процесс идет. Пена сидела, наверное, все-таки забродит. А пена прям бродит вообще замечательно. Мы видим, хорошее отслоение уже пошло. Ничего не делаем, не перемешиваем, ничего. Спустя неделю только вытащим весь жмых. И моя эта червявая, червявая тоже все бродит. Удаляем весь жмых. Ставим чачу. Начну, наверное, с белого винограда. И потом основную бочку. Поставлю чистый сок также. А жмых сахаром и на чачу.